ты доказал что ты сборщик теперь ты можешь мне собрать да нужны ценные части волса глушитель корпус приклад магазин все до 15 раз я так и думал что нужно будет взамен ничего не обещая но ты же сборщик ты поможешь вот ты парла ладно чё это такое коробка и запчасти 100000 опыта еще дает ух это надолго наверное ну ладно хотя бы будем знать что у нас есть такое задание хотя их полегче на наверно будет собрать я не уверен но а да там кровь по моему эти приклады тоже там же находятся до были не хочется бегать но я не знаю они по моему стоит подешевле все равно приклады для вала посмотрим увидим так ну давайте сегодня немножко поработаем мне хочется сегодня начать заняться уже как-то крафтом что ли хотя я еще довольно слаб насчет крафта мне нужно больше навыков тем не менее попытка не пытай и сегодня я могу сделать себе выделенную кожу кабана в том смысле могу сделать что у него уровень подходящий мне то есть третий уровень создания предметов у меня максимально пока тоже третий уровень максимум я могу четвертый пятый уже не смогу потому что там нужно будет у нас мастер универсал да а четвертый уровень предмета создания то есть выделки кожи это у нас собаку на второй уровень крыса 1 я не знаю крысу я чё-то не видел что кто-то делал а вот медведь четвертый да то есть нам для того чтобы возможность была выделать шкуру медведя нужно четвертый уровень ну опять же прокачка я думаю на это поможет так шкуры кабана я думаю хватит одной стоп секунда еще так разве нить одну возьму остальное пока стали давайте посмотрим что нам нужно с собой иметь для того чтобы высушить шкуру для того чтобы высушить шкуру кабанам нужно создание предметов в третьем уровне у нас есть охотничий нож у нас имеется кстати у меня не было ножей много да всего лишь один ножик у меня был и пришлось идти к маши у нее выполнять квест ну у меня слава богу заточки были железные я ей сделал квест для ну этих паучков разделал и 10 ножей получил вот дополнительных струганая палка сейчас мы ее будем делать вот из этих плодовых прочные деревяшки но дело в том что эти прочные деревяшки они до только до определенного уровня вы можете их получать дальше по моему нельзя то есть до 10 уровня что ли там на вокзале дается может быть где-то есть еще квесты я на самом деле не знаю где можно получить еще дополнительное прочные деревяшки но эти у меня накопились а так в принципе они продаются часто продаются в на рынке здесь так что можно если что там посмотреть так это мы будем делать из этого металлическая щетка нужно металлической щетки из нее нужно сделать ее нужно сделать из там по-моему нужно будет таблетка проволоки плюс ножик и по вот тоже прочная деревяшка для того чтобы обработать эту ручку для нее и потом сделать кроме того что нам еще надо копытное масло копытное масло между прочим делается при помощи котелка я сейчас попытался должен меня 40 процентов всего возможность обработать котелка убермана взял квест на обработку копытного масла 5 штук он дает сразу за это но нужен котелок я буквально две штуки у меня было этого перекиси водорода я попытался сделать но у меня 40 процентов обработать котелок 40 процентов и поэтому у меня не получилось ничего так что лучше не рисковать а копытное масло я вот сам лично помню искала в 16 этажки часто находил там нужно соль помню чтобы обработать на соль котелок и нужен перекись водорода для того чтобы получился есть шанс что котелок будет дырявый и есть шанс что ты сделаешь это его 10 гурману нужно отдать копыт для того чтобы сделать копытное масло один нормальный обработанный котелок и плюс 3 соды ему нужно для того чтобы сделать это все вот и тогда у вас будет дополнительно 5к копытных масло эти копытное масло еще раз говорю это у меня именно с найдены найдены по дороге канистра с водой нужно тоже опять же и здесь не возьмешь ее нужно брать одну возьмем ее нужно брать в на вокзале на вокзале или в дыка то есть там где продают эту самую воду железный таз слава богу на 2 есть один у меня точно используется для дроби то есть я его никогда не буду строгать не буду постараюсь не трогать по крайней мере и он будет у меня для того чтобы я друг до сих пор не прокачал еще очень-очень долго с этой прокачкой дроби поэтому я пока оставил на некоторое время потому что у меня появилась вернулась желание все-таки разобрать с помощью грабежа разобрать еще три штуки надо коробки которые дает этот старожил вот я их потрачу какое-то время разделы их а уже потом займусь непосредственно патронами то это все равно занимает очень много времени так смотрим дальше что нам еще нужно железный таз пластины из костей кабана кабанья пластина есть она у меня нет если нету придется ее сейчас тут же прямо обработать потому что я могу вот есть есть кабанья пластина и она нужна 1 и дубильные компоненты где-то я по-моему вылаживал вот она вот остальное в принципе больше ничего не надо сейчас нам нужно будет струганную палку сделать и нужно будет сделать металлические щетки я не помню для металлической щетки еще что-то надо или нет но по-моему нет так что пойдем сейчас к верстаку и там так тазик 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 я не выложил достал тазик тазик нам нужен будет пойдем к верстаку обработаем это все попробуем экспериментаторство да очень много крафта всякого можно делать но и это дается постепенно так что новичкам это недоступно потому что нужно искать рецепты нужно искать ходить ко всем npc очень много ну блин игра открывается не сразу далеко не сразу открываться вся игра так что я вам это уже говорил и большинство тех кто давно играет уже достиг допустим 30 уровня или стремится к этому очень рядом знает что здесь можно имеется много возможности да и даже вот благодаря торговцу у вас появляется больше возможности зарабатывать конкретные деньги здесь и игра обретает совсем другой смысл вам уже может быть не понадобится так сильно много бегать можете заниматься именно торговлей можете заниматься крафтом можете заниматься собирательством то есть очень большое разнообразие игры отмечаю снова об этом так давайте начнем вот наш верстак так предметы по моему да тут вот вот я пытался попытался очистить кошка котелок но видите 40 процентов 40 процентов еще по-божески потому что все остальное у меня идет на 30 процентов к сожалению нужно прокачиваться с для начала чтобы имела возможность так давайте сделаем сначала ручку для щетки ручкой для щетки это нужен один охотничий нож и нужно одна прочная деревяшка 50 процентов видите тоже шансов не очень много так что будем надеяться на чудо хотят чудо чаще всего сразу сделал вот это круто это получилось мне просто мне просто повезло сейчас ручка есть для щетки сейчас нужно сделать саму щетку там попробуем щетка щетка по моему на сто процентов делается так вот металлическая щетка для нее нужно ножик сто процентов ножик ручка для щетки и стоп ручка для щетки и обрезки проволоки и у меня получится первая металлическая щетка отлично которая мне как раз нужно кроме того что нам еще нужно смотрим что у нас нету так у нас еще пластина кабана есть железный таз есть канистра с водой есть копытное масло три штуки есть металлическая струганая палка нужно ну вот обработать струганную палку сделать в общем то это уже тоже процент какой-то должен я не знаю какой у него процент получения видите мусор получается и ножи пропадают я не знаю смогу я нету успею обработай ну вот есть получилось отлично класс со второй попытки теперь можно приступить к выделке шкуры кабана давайте в приступим так все у нас есть с собой да интересно шанс какой у нее сто процентов нет я не совсем уверен тогда может получится что полная жопа ну первая попытка что не так страшно попытка не пытка как говорится охотничий нож есть а струганая палка есть металлическая щетка есть бутылка с копытным маслом есть канистра с водой есть железный таз есть пластина из кости кабана есть и дупильные компоненты имеются так что вот давайте обрабатывать попробуем получится у нас нет да получилось вот у нас первый выделенная кожа кабана которые достаточно можно дорого продать или можно как бы сделать из нее ну для каких-то там вот допустим для моего кинолога нужно для восстановления что пойдем посмотрим сразу для восстановления кинолога нужно выделено кожа медведя на тому же но и рим ремень медведя тоже достаточно сложно делается так что я по-моему не могу обрабатывать его кино кинолога переделывать да потому что у меня не хватит уровня в качестве моего здешнего местного человека еще и партизан тут нужен телогрейка ну и клепки клепки тоже восстанавливать можно но в общем-то моему персонажу восстановить кинолога не в кого он случае не получится потому что в общем-то не хватит навыков в любом случае не хватит навыков так что пойдем дальше посмотрим что с вами снова его социально нам вот этот человек коля тесла дал одно задание нужно с трансформаторами поработать и мы будем сейчас их обрабатывать то есть нужно сейчас найти эти самые трансформаторы и они находятся в квадратах в окрестностях любишь 4 штуки 3 штуки у нас в самом любите находится так что пойдем сейчас их искать начнем искать и именно здесь вот между делом а я тут ходил гулял дело в том что я просто и извращался над своей картой еще с тех времен вот самого начала когда я пошел взял задание на на этот вал у сборщика вот я пошел прямо с везувия и думаю я как то все равно знаю думаю дайка я наставлю этих отметок где можно насобирать металл я пошел оттуда тученых связи я прошел вокруг через деревню этого как его зовут то блин финна вот и буквально за один раз правда я там шел достаточно долго я очень долго это все обрабатывал это все у меня обрабатывалось больше двух часов я там бегал давайте сейчас я покажу вам это все вот везувия на везувия вот я прогулялся буквально вот отсюда вот пошел от ученых и но я шел тут очень досконально я прошел буквально каждый квадрат вот такой вот по вот так вот по четыре раза четыре раза он так вот прошел и в результате буквально за один заход у меня вот эти вот все которые отмечены синим цветом это все что я насобирал металлоломом металлоискателем очень много металла здесь было здесь поменьше и тут оказалось что здесь еще больше металла да вот вот или ликера водочного завода а здесь вверху просто огромное количество его невероятно вот что касается любича окрестностей я тоже тут побегал немножко и самое большое количество все-таки нашлось у меня вот здесь вот именно недалеко от локации удочки на ну естественно здесь мы с вами уже видели как я проходил и искал тут не так много очень мало и вот здесь совсем недавно буквально вчера я тут пробежался немножко пособирал в общем то трудно на больше есть и люди ходят люди собирают так что можно найти очень много металлолома металлоискателем вот первый наш трансформатор будет стоять вот здесь трансформаторная будка по всей вероятности да нужно именно ее сейчас как-то обработать что ли я не знаю как сейчас надо как-то зайти туда меня не это не захерачила сразу пробегаем вот трансформатор но с какой стороны его ремонтировать я не знаю а вот вот тут тут кстати сейчас эти отметки не везде и задание которое даже не знаешь вот эти отметки показывают что нет не здесь ремонт немного другой стороны это на на другое какое-то задание и или второе ли три о ей ею 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 не люблю я вот эту вот штуку очень она опасная так так вот сделаем лучше так как как с другой стороны штука трансформаторной будкина на подойти странно может быть так я не совсем уверен как не подходить а вот тут вот наверно с этого входа вот он да написано трансформатор электро а ни хрена себе меня шарахает электричество я тут ремонтирую как нафиг ладно один трансформатор мы обработали на самый сложный был да по моему там аномалий возле других нету здесь у нас возле короче в городе там где собак много пойдем тогда нам нужно наш песик будет именно с его помощью ну давайте можете еще найдем у ее карный бабай мне не нравится жутко так здесь у нас по моему вот эта штука опасная как слушай наверно по электри пробежаться она как-то менее страшная кто-то собрал на все весь этот хлам который находился все самое страшное мне как-то прошли сейчас будет уже попроще остальные трансформаторы не так страшны вот так что у нас тут следом ну давайте короче обойдем наверное город с другой стороны что ли как-то именно с больших с этого вот отсюда начнем и придем потом в город сюда где вот собак на побольше будет там заодно может быть сейчас мишку найдем почему нет металловизикатель я с собой не стал брать ну там можно походить и пособирать в общем то но не в любое время потому что люди действительно ходят и нужно выбирать просто выбирать время когда никто за этим металлом не ходит люди ищут новички и меду ищут тазики и котелки которые подороже можно продать все остальные я думаю могут искать разные другие вещи потому что очень много нужного из всего да можно выплавлять металл можно крафтить но я главным образом вот эти вот проходы все не за металлом я ходил на главное для меня было вы помните что у меня еще очень много не нам не найдено покемонов покемоны я ищу все еще и ищу и найти не могу наверное нужно идти на худые озера и для того чтобы найти тех самых покемонов которые я не могу найти вот никак не мог найти вот эту вот симку собачку собачку котика но тут буквально за один раз за один день нашел нашел две так что у меня сейчас есть две запасе но в принципе запас мне ни к чему мне понадобится только один для выполнения квеста плюс еще плюс еще несколько я так вспомню какие день собрать их всех вот а ну для симонова еще что-то крабоверство нужно да но собрать их всех там тоже крабоверство нужен 4 и плюс еще плюс еще какого-то особенного которого нужно сразу собирать кокон коконы кстати я тоже не продаю коконы я сейчас использую при помощи растворителя разбирая потому что у меня достаточно качественно получается то есть уже мусор из этого дела не выходит я могу этим растворителем обработать обработать себе не простую не не просто гнить а нить уже более прочную из которой впоследствии можно сделать нитку которую я видел продается более чем за миллион так что главное правильно крафтить да но у нас сегодня другая задача нам нужно сегодня самое главное нам сегодня нужно найти трансформаторы электрифицировать так сказать город обесточен он совсем это не очень приятно хотя в домах то никого никто не живет кроме домовых так что наверное это не для не для этих домов электрификации идет хотя как не для этих домов такого быть не может чтобы это не я сейчас ничего не собираю потому что я не хочу чтобы у меня был перегруз просто пробежимся побыстрее чтобы напрягов никаких не было вот электрифицировать эти дома я не знаю для чего тем более что ночью все равно бегаешь когда в эти дома замигаешь там темнотища стоит полнейшая может быть будет светлее но я сомневаюсь что такое возможно в этой игре но в общем то последнее время я все меньше и меньше сомневаюсь очень много всяких прибамбахов не есть которые раскрываются по мере прохождения по мере обучения по мере приобретения опыта и опыт даже нужен может быть даже сверх того что ты можешь сделать и тогда у тебя все получится это я имею ввиду патроны да вот у меня допустим патроны до сих пор еще 171 и буквально 50 процентов на 50 процентов не могу сделать могу не сделать и так что мне сказали что 400 надо так что это надолго и поэтому я решил сейчас я буду заниматься хотел эти коробки раскрывать именно их предпочту у меня кстати кинолог почти закончился ну как вы помните если смотрели мои видео я хромых бесов последних добил и следовательно а мне можно сейчас получить на 90 дней кинолог я буду в нем ходить и и это уже будет так собаки тут тоже ходят нет прикольно мне да в новеньком кинологе даже не покрашенном буду прогуливаться где интересно здесь вход в этот трансформатор этой стороны наверное и вот он вот он трансформатор отлично обработали его пошли в город сами дома там где много собак вот именно в центре где-то тут находятся пойдем потихонечку помаленечку я думаю пройдем патронов я думаю что ж ты сколько вас тут а откуда здесь пауки такие здоровые вон еще один собаки понятно а вот пауки не совсем понятно ох блин не хочу я перегруза не буду собирать тоже ничего вот буду собирать только вот коконы может быть хочется еще ниточек поделать покрафтить так сказать попробовать это все добротное дело так где-то вон он вот тут вот трансформатор нам будет еще одна остается тоже немного собак возле последнего будет больше как-то что-то маловато собак или я просто уже казалось что их больше или кто-то для меня просто был в столб прямо вот спасибо что отошла собачка именно то что было нужно о смотрите сколько домовых или это мне показалось мне показалось показалось я хотел достать этот бинокль я забыл у меня его нету у меня сейчас с собой развлекуха другая который который для того чтобы искать металл стоит удобно между прочим по крайней мере для первого раза вот чтобы прошелся вот так вот обыскал эти места а потом ходишь и я уже заметил что именно в этих местах и металл и бывает на второй раз я пробовал это прикольно это важно так ну еще один трансформатор остался здесь любичи возле ага там там собак еще больше там еще больше собак в тех местах вот смотрите тут даже ветки вот эти стоят нет не квест нет очень много квестов непонятных неожиданных появляются которые мы даже не знаем вот вот эти вот палочки которые растут типа что это какой-то квест может быть это что-то из новых квестов может быть это квесты которые выполняются в определенные возможности особенности так давайте пробежимся здесь по-моему никого тут нет только что посмотрим может быть я смогу найти специи кстати баночка была нужна мне по-моему одна или одна или две для для последнего задания для большого сбора мусора а может еще и специи найду где-нибудь здесь о смотри специи нашел просто пришел туда зашел и обычно так люди и делают просто заходят и я думаю больше не будет здесь специи но все равно давайте еще раз пройдемся полностью так сказать посмотрим может вдруг еще будет хотя они по-моему за раз одна специя хотя я утверждать не буду но я две специи за раз не находил ни разу насколько я помню специи попадают не так часто я даже волосы волосы лешек не собираю вообще ничего не собираю потому что ну не хочу перегруза не хочу перегруза а бегать чем дальше играю дольше тем больше хочется бегать быстрее ну с такой экипировкой конечно это сделать достаточно сложно потому что тут только оделся сам по себе у тебя уже 70 кг в общем-то я с собой на всякий случай таская антидот антират и бинты как бы почти в обязательном порядке а если взять с собой все что нужно для допустим этот диактиватор с собой взять то есть для того чтобы можно было сразу же перерабатывать артефакты взять другие всякие вещи это наверное больше двухсот килограмм получится и нифига в результате не выйдет так собака со мной сейчас у нас самая сложная задача будет после первой это вторая на по сложности тут очень много собак если справится моя собачка то проблем с этим не будет я думаю так те не побегут сюда вон те могут сюда побежать а вон нам нужен монто трансформатор так ладно не будем никого к себе подзывать просто подбежим сделаем и будем отстреливаться отстреливаться от всех собак которые нападут только две нормально так идем в Любич в Любич в Любич в Любич я хочу кстати в Любичи сразу сделать купить раз мне сказали что там можно просто купить у старожилы еще один ящик то есть там не надо никаких в этом больше не выполнять просто купить его и все в будущем через буквально через три способности грабежа я смогу разобрать коробочку не знаю что там хотелось бы конечно к Новому году разобрать такую коробочку я не знаю там наверное ничего серьезного нет но просто интересно именно подарок такой сюрпризный на Новый год было бы так сейва тут нету что ли не засеивился было бы интересно так а в городе в самом на самом вокзале у нас трансформаторы по моему тоже там ну там уже не так опасно сами понимаете там город прибытие новичков в общем то там локация не такая страшная отлично да я зайду в город здание милиции во всей красе опять идет ночь нет утро по моему это утро да рассвет 8 часов или 8 часов вечера непонятно короче я так до сих пор с часами до конца понять не могу когда рассвет когда закат так один находится здесь один здесь и третий находится здесь самая дальняя зона то есть это надо идти наверно вот где то отсюда да ладно тогда пойдем сначала вот этот вот потом вот этот и потом сюда рядом с зданием милиции пройдем вот сюда вот отлично все понятно примерно все ясно первый у нас находится так возле гаражей кстати да возле гаражей да 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 так как раз возле здания милиции он и есть первый так что можно сначала сходить наверное в другую сторону я первый раз вот так вот играю чтоб просто убивать и никого ничего не собирать обычно я все собираю что найду так подожди где а может быть сначала сюда сходить тогда потом проще будет дойти так так да наверное лучше сюда сначала схожу а потом к милиции пойду туда во дворе где у нас бродят собаки для зеновио а у меня собака то блин осталась там елки-палки надо ее убрать может нам пригодится здесь почему нет тут не так много собак тут будет побезопаснее немножко ух ты нет смотри вводятся тут собачки то тоже блин злобные давай обезопасим себя более-менее чтоб не было на меня яростных нападений огромных так вот трансформатор пошли к зданию милиции к тому времени когда собака появится я наверно к третьим трансформатором подойду так а у меня для перегруза да в общем то если я сейчас буду собирать даже немного насобираю уже 4 килограмма и будет перегруз мне бы этого все таки не хотелось а я же блин еще хотел к сторожили сходить елки-палки че я забываю давайте одно другому не мешает так что чтоб не бегать туда-сюда по десять раз просто отойдем до него купим у него этот запоенный контейнер если он его продаст конечно и все мне вообще непривычно вот так вот бегать просто ничего не собирая потому что ну уже выработанная привычка подходить и вообще все все что найду потому что ну все что бы вы не собрали здесь в игре применимо для квестов для крафта для всего пусть какие-то вещи стоят подешевле со временем вам когда у вас появятся уже большие деньги конечно вам не захочется больше заниматься этим да кажется ну а так в общем то можно опять же для разнообразия я имею ввиду так ну где он у нас тут сторожил здорово у тебя остались ящики да полно подтаскиваю не покладай рук обращайся хоть каждый час для себя прошу лишь скромные компенсацию трубов уж больно тяжелые ящики не вопрос на тебе 25000 короче все выполнили мы этот квест я больше не буду пока наверное его выполнять потом посмотрю что можно вообще в этих где он а он все выполнился да что в этих ящиках можно найти а давайте почитаем кстати так отмычка из железа еще нужна ну да это вот эти вот отмычки которых у нас полно грабить первого уровня старый железный ящик с замком некоторые сталкеры на ямких припасы личные вещи ключ уйти но я не знаю мне кажется там ничего хотя уровень 5 может быть там что-то действительно серьезное я не уверен я не знаю просто так что я не буду говорить так кстати еще два трансформатора сейчас здание милиции один там где мелкие шавки и пойдем туда где большие собаки уже более давай-ка я с собой все таки своего щеночка возьму он кстати уже жизнь его подходит к концу еще 29 минут успеем может быть но у меня кстати я с собой свисток зверобой на всякий случай взял в общем-то это если вдруг мне собака вдруг понадобится ну вообще-то тут ничего такого страшного из собака ну я привык уже у меня уже привычка такая выработала что собакам друг человека и мнение не нужна команда в которой можно было бы ходить и разносить всех вокруг я даже на полигон хожу вдвоем с собакой то в общем-то ну конечно есть проблемы большие проблемы бывают но все равно собака является здесь абсолютным другом для меня сейчас а так в одиночку конечно же это все делать сложно само собой там нужен отряд вот трансформаторная будка еще одна так с какой стороны к ней подходить то надо стой да ага вот она отлично так и сейчас нам надо идти вот сюда по моему если я не ошибаюсь как раз мимо вот сюда вот да здесь я пройду так или пройду или не пройду наверное нет наверное все таки нужно идти там где эти и детский сад у нас находится может что ни какие ни задания Mount новые, а? Ведь бывает иногда так, что идешь, идешь, вот, допустим, у вот этого вот, у Локена, что-нибудь новенькое. Говорят, вам, людей не хватает. Так, 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 так. Угу. Годричуку. Ну, а с ним мы уже говорили, да? Пробежаться. Да. Это задание старое, доброе, знакомое. Ничем не примечательное. Надо было похавать. Я вот, видите, привычки нету это, бегать, бить перегруза, а вода, если? Ну-ка. Че она даст? Ничего не даст. Кстати, она много весит. Я с собой вот эту газ-воду ношу, может быть, ее как-то можно выложить куда-нибудь в этот. Зачем ее с собой таскаю в таких количествах? Она весит, вот, четыре стакана весит больше килограмма. Вообще, что-то я об этом не думал. Первый раз вот сегодня буквально мысль такая, вот по этой дороге, я думаю, дойдем. Возникла. Точно, надо положить, я думаю, положить надо именно здесь, на вокзале. После серии я как раз на этим займусь. А, нет, я же пойду сейчас к Морзе заканчивать квест. Так что, ну ладно, я, короче, сделаю паузу и сбегаю, выложу эти стаканы, если они выложатся, конечно. Чтоб не бегать, чтоб не морочить вам голову с этой всей херней. А я даже не знал, что там где-то трансформатор есть. Не помню, по крайней мере. Видимо, с той стороны дома. Странно, стрелял в одну, а попал в другую. Давай, хоть натравим разок, что ли. Ты чё, она прям как соскучилась, наверное, уже по работе моя. Рабоценная. Да, не обращал внимания я просто на этот трансформатор, а он тут стоит. Всё, пошли. Коля. Тесли, порога, как дела у Теслы. А чё у него за дела? Ну-ка, подожди. Слезда, нормальная активность, пилотра. Не знаю. О, луна, смотри, какая светит. Охренительная луна. Блин, нафиг им тут электрифицировать всё? Спрашивать. Всё и без этого нормально. Да, реально. Такой туманчик ещё. Мгла такая, вечерняя. Да, это вечер всё-таки. Игру всё время путаю, не знаю, когда вот этот чуть-чуть синий горит, либо он горит после ночи, либо после утра горит. Это я до конца с этим. Так, а здесь я не выйду, да? По-моему, тут нету никаких проходов. Если я не ошибаюсь. Тут замкнутый круг, да. Пойдётся туда... Да что ты... Пойдётся выходить с той стороны. Кстати, мне надо ещё будет поработать для... Потаскать... У меня минут 2000 уже. А, нет. Репкины... Да, 2000. Репкины, братки. Надо будет потаскать посылок. Чтобы восстановить себе. А, кстати, как у нас дела с военным? Тысяча. Тысяча. Ну, кто-то, кто-то будет в неприятном отношении. Либо бандиты, либо военные. Одно из двух. Третьего не дано. Ну, как это разброс. Раньше было как-то всё одинаково, да? Если этот в плюсе столько, то этот в минусе столько. Сейчас разброс стал как-то больше. 900. Где-то примерно это уже не так хорошо. Ладно, я вас покину на 5 секунд. Отнесу вот эти стаканы, положу. Если они положатся. Если нет, то, увы, я. А вот и я. Ждать неприсложные секунды. Не получилось у меня выложить. Видимо, она относится к какому-то квесту и в результате получается, что я таскаю с собой больше килограмма лишнего добра. В принципе, они мне не нужны. Для какого квеста, я понятия не имею. Просто стаканы у меня как бы лежали, копились. И, по-моему, стаканы, это как раз они находятся здесь. То есть, эти стаканы можно найти вот в этих домах по большей части, которые здесь именно на вокзале находятся. Так, отправляемся назад к Тесле. Что он нам еще расскажет новое? Может, покинуть еще новое новое, если будет. Так, ну-ка, смотрим, как. Многоразово, кстати, да, значит, у меня полоска вот этих вот заданий будет, когда я выполню всю линейку, у меня появятся все квесты. Заново я, наверное, уже смогу выборочно их выполнять, которые он меня просил. Да, всякие вещи таскать ему, трансформаторы эти. Но опять, опыт, ну, опыт нормальный, смотрите, 15 тысяч опыта 5 тысяч рублей я получу за это. Это просто оббежать эти трансформаторы и все. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, увидим. Мне нужно наружу, постарайся. Фух, возврат в окрестно чуть-чуть. Вернемся сейчас туда. Посмотрим, как дела. Так, сколько у меня по весу? 74. Может быть, сейчас возле 16-ти отташки пособираю какой-нибудь хлам, да, те же свечи, свечи за 2, за 3, за 4 тысячи можно продать, но это уже, как бы, ну, подспорье такое маленькое. Да, когда ты ворочаешь, когда у тебя есть миллионы, почти 10, я думаю, это незначительное такое пополнение двух-трех тысяч. Ну, я так люблю, что со мной сделаешь, если я, блин, всегда стараюсь таскать с собой, поднимать все, что я могу, собирать все вещи, которые я нахожу до полного перегруза, пока у меня вообще просто отваливаться, ноги, руки не будут, двигаться просто не смогу до тех пор. Давай-ка, мой, вот тех собачек. Так, а я вызвался, да, вот он, щеночек, давай. Я хочу посмотреть, может быть, тут, кстати, я вот только сейчас замер, как хорошо без перегруза по этим аномалиям бегать. Он еще что-то нашел, свечка, я говорю, тут, ай, ёпты, твою мать. Преимущество этих нескрасных аномалий в том, что они тебя до конца не убивают. Они тебя, ну, в такой экипировке, конечно, если ты в простой, там, в слабенькой экипировочке, то, конечно, тебя они убьют, но если ты кинологий, как я, то я думаю, что, о, смотри-ка, там, опять что-то лежит. Я боюсь, какого-то перегруза не было сейчас. Самое главное тут, не вот эти вот свечки, самое главное, что я тут ищу, это все-таки аккумуляторы. Аккумуляторы, потому что мне нужна, о, еще одна эта баночка. мне нужен свинец. Я не против того, чтобы была кислота. Кислоту, кстати, можно же обменять на этот впоследствии. На растворитель, если захочешь. Ну, опять бегай туда своего рода предпринимательство. Нет, больше ничего нет. Ну, ладно, пофиг. Сейчас возле 16 этажки еще пробежимся, может, там что найдем. Перегруза нету. О, уже перегруз почти. В принципе, я собрался только по максимуму. Да что ж ты делаешь со мной? Аномалия. Падла. Мне, в принципе, больше ничего особо таскать не надо, иначе будет перегруз. Не хочу я перегруза. Но, опять, если я найду здесь аккумулятор, то, блин, я не пройду мимо него. Может быть, что-нибудь другое можно будет выбросить. Вот корзинки, да? Корзинки, они очень тяжелые. Само себе. Хотя, их сейчас уже можно продавать. Раньше их продавать нельзя было. Сейчас можно продавать. Но, мне, в принципе, сейчас не надо продавать их, потому что у меня, я все продал, и земляникой скопилась целая куча, а вот корзинок нету, и придется сейчас их копить, эти корзинки, для того, чтобы все-таки впоследствии можно было переложить в корзинки, а потом эти корзинки ходить и менять у гурмана на варенье. Да? А потом это варенье менять на нашивки у... Ну и я этого делать больше не буду, у меня там три штуки есть, наверное, нашивки, нафиг они мне больше нужны. Че, почему? Ага, я думаю, что у меня перегруз это? Это токсикация произошла из-за аптечки. Восстановление сейчас не идет. Токсичная аптечка оказалась. Пока действие не закончится, я не смогу бегать. Интоксикация. Интоксикация, интоксикация. Вот так. Вот сколько тут всего. Специи даже нашел, вот круто. Специи можно поменять на задание или на деньги. В зависимости от того, что надо в данный момент. Вот, отметка Коля уже виднеется. А, там у меня этот висит гурман с его копытным маслом. Он там зеленым горит. Так, ну, я вот к тебе Коля пришел. Я включил трансформаторы. Да, напряжения теперь хватает. Спасибо тебе. Сделал больше, чем все эти лбы, что оказывается отходить дальше деревни под предлогом приказов и охраны периметра. Зато теперь майор может смотреть свой телевизор с видео. А я проводить свои опыты. И никто мне не помешает. Так как электричества хватит на всех. Удачи. Удача, неудача, сколько? 16 тысяч опытов. Есть у тебя еще какие-нибудь квестики? Что нового? Мы молодцы. Наладили электроснабжение в деревне. Предлагаю помочь сталкерам на дальних рубежах. Дошли новости, что у них тоже неполадки. Я готов заняться ремонтом, но мне понадобятся детали, как в прошлый раз. Держи список. Как именно? А, ну это это. Так, какой список он мне дал? Что он там дал? Что там опять за задание такое? Срочный ремонт, новый рубеж. 15 тысяч опытов. Нужно трансформаторов 5 штук, обрезки проволоки, ну в принципе микрочипы, электродетали, это все по-старому. Я не знаю, есть у меня электродетали, сейчас 5 штук, можно пособирать. Ну, еще один виток его заданий, но это уже в следующих сериях, так что увидимся. О, елки, совсем забыл. У нас же еще у Морозова есть одно задание, но мы без магии видео не обойдемся, у нас же есть магия, мы способны создавать чудеса, таким образом сейчас я вообще нахожусь без обмундирования для того, чтобы можно было у Морозова забрать так, насчет мутантов, слышал, ты успешно завалил всех, поздравляю, где броня? Здесь, здесь, считай, отдал почти даром, класс, теперь у меня будет кинолог на 90 дней, в общем-то ничего особенного, но тем не менее, кстати, сколько он весит, тоже, 27 килограмм, как тот, тем не менее, он полностью 28 килограмм, он даже тяжелее, смотри-ка, а почему он тяжелее так получился? Непонятно, тем не менее, мы сейчас будем ходить в обычном зверобое, ну вот, теперь-то уж точно все, до новых встреч, увидимся, пока, ребята, пока.